Как выбрать нишу на маркетплейсе, если ты новичок, какие особенности в продажах на Яндекс.Маркете существуют и как подготовить свои продажи к высокому сезону 2024 года. В этом видео подробно поговорим про поиск ниши, про поиск товаров, с некоторыми фишками, которыми мы пользуемся, подбирая товары для себя. Меня зовут Рома Райт, на этом канале я рассказываю про маркетплейсы. Поехали! Итак, для начала, чтобы подобрать свою нишу, чтобы выбрать категорию, последовательно после этого товар, тебе нужен сервис аналитики. Почему невозможно без него? Почему нельзя пользоваться просто бесплатными инструментами? При этом бесплатными инструментами нельзя пользоваться ни на одном из маркетплейсов. Объясню почему. Дело в том, что чаще всего то, что ты можешь увидеть из внутренней аналитики, допустим, маркетплейса, это очень урезанные данные, которые никак тебе не помогут искать нишу правильно. Потому что маркетплейс не может с тобой делиться самыми важными данными, которые будут чувствительными для его партнеров. Ну, например, тот же Яндекс.Маркет.Озон или Валберес не могут сказать тебе то, что вот у этого продавца такая выручка. Даже те, кто пытаются это сделать, делают не совсем корректно. Поэтому внешний сервис аналитики необходим при продажной маркетплейсах. И нет, это не подводка к рекламе сервиса внешней аналитики. Абсолютно неважно, чем ты будешь пользоваться. Самое главное, что для селлера сервис аналитики, это примерно как для ресторана система учета столов. Ну, без нее можно делать в тетрадке все. Правда, будет не так удобно. Меньше столов будешь обслуживать за определенное время и так далее. То же самое и здесь. Поэтому, что делает сервис аналитики? Он позволяет тебе посмотреть оборот на товаре, динамику этого товара, что одна из самых важных вещей. Позволяет посмотреть тебе и найти взаимосвязь между различными категориями, между их конкуренцией, найти демпинг и все остальное. Следующий это юнит экономика. Та самая таблица, которая позволит тебе понять, сколько примерно ты можешь заработать на товаре. Да, она не даст тебе стопроцентной гарантии, что этот товар будет продаваться. Но без юнит экономики я постоянно встречаю людей, которые так начинали продавать. И по итогу продавали в минус, даже не зная этого. Вот чтобы этого не случилось, тебе нужно обзавестись как минимум этими двумя вещами. И это минимум, потому что этим всем еще нужно научиться пользоваться. Далее нам с тобой нужно будет определиться с тем, в какой категории мы будем продавать. Твой магазин на маркетплейсе может быть абсолютно разным. Ты можешь продавать товары только из одной категории. И строить последовательно свой магазин в определенной нише. Ну, например, ты продаешь автотовары, или же ты продаешь одежду, и у тебя там магазин футболок для девушек, или магазин одежды для беременных. И когда твои покупатели покупают в первый раз товар у тебя, ты условно даже, к примеру, можешь даже листовку класть о том, что вот на Яндекс.Маркете еще можно купить товары, которые подходят именно для вас. И тем самым вся твоя целевая аудитория является от твоей целевой аудитории на следующие товары. И тогда у тебя есть дополнительные продажи просто вот с таких вот банальных вещей. Но у этого есть определенные минусы. Допустим, почему я не использую такую стратегию? Потому что по ней гораздо меньше товаров, которые можно находить, успешно продавать и так далее. Потому что ты ограничен. Там, условно, Яндекс.Маркете порядка 12 категорий всего первого уровня. А ты будешь ограничен одной. И, конечно же, гораздо круче, когда у тебя есть все 12, и ты с каждой из них выбираешь лучшие товары. Соответственно, вторая стратегия одноименно называется по названию той компании, которая, мне кажется, придумала ее первой. Fixed Price. Когда ты строишь магазин, в котором нету как таковой конкретной ниши. Это даже и не важно. Ты строишь магазин, в котором у тебя просто будут хорошие товары. Да, ты не можешь потом допродавать тем же самым покупателям. И какие-то другие. Ну, например, если ты продаешь одновременно кофемашинку и стельки антибактериальные. Ну, возможно, кому-то это и понадобится. Но вот намекнуть покупателю так, что после кофемашинки в твоем магазине ему нужно купить антибактериальные стельки. Согласись, будет странновато. При этом еще нужно понимать, что в каждой категории разная сертификация, документация, отказные письма и так далее. Например, на том же Яндекс.Маркете для работы с товарами некоторых категорий нужно предоставить документы, как правило, те же, которые требуются для продажи в ручном магазине. Есть категории товаров, которые можно продавать не по всем моделям. Например, есть товары, которые нельзя хранить на складе маркета. И некоторые товары разместить не получится вообще. Например, те, которые нельзя продавать по закону. Полный список того, что нельзя на маркете продавать по закону, будет вот здесь. Поэтому можешь посмотреть, поставить на паузу, а мы будем продолжать. Каждый день помогаем увеличивать ваш доход на маркетплейсах. Подбираем товары для успешных продаж. Создаем инфографику, SEO-оптимизацию, видео и рич-контент. Упаковываем и доставляем на склады в среднем за 23 рубля за штуку. Юлип. Это агентство, фулфилмент и обучение. Ссылка в описании. Теперь давай немного поговорим о том, какие ниши являются перспективными. Под разный бюджет, но мы будем говорить про те ниши, у которых больше всего бонусов на Яндекс.Маркете. Их всего 4. Одежда и обувь. Товары для дома и мебель. Детские товары и товары для красоты. У всех тех товаров есть бонусы, которые могут помочь тебе стартануть на маркетплейсе гораздо лучше. Такие бонусы, как выгодное хранение и продвижение. То есть у тебя есть гораздо больше возможностей сделать так, чтобы твоя юнит-экономика сошлась. Но все, что нужно помнить, что, допустим, подбирая товары по одежде, у тебя в любом случае рентабельность будет меньше, чем, например, у некоторых товаров для дома. Рентабельность это, соответственно, то, сколько ты заработаешь с чистой прибылью на каждый вложенный твой рубль. Это нужно учитывать, потому что от разного бюджета есть разные товары, которые окей продавать. Если у тебя есть хороший бюджет на старт, то, пожалуйста, заходи в одежду. Если хочешь начать с чего-то простого, что не потратит для тебя много денег, и ты сможешь развиться, посмотреть вообще, что это такое, и продаж на маркетплейсе это твое или нет, то начни с товаров для дома или даже, например, с детских товаров, потому что в некоторых из них, в принципе, нормальная документация, которая стоит не так дорого. Теперь давай немного к практическому опыту, который мы уже показывали, но повторение не будет лишним. Тем более, что это видео будет смотреть много новой аудитории. Если мы зайдем на MPStat, именно по нему будем показывать категории Яндекс.Маркет, то мы увидим здесь всегда в начале категории первого уровня. По сути, когда мы говорим про нишу, мы подразумеваем как раз-таки не конкретный товар, мы подразумеваем именно категорию, именно категорию каких-то товаров, потому что ниша, по сути, это, например, ниша товаров для дома. Это категория первого уровня. Но я могу, допустим, у меня может быть магазин не конкретно товаров для дома всего, а у меня может быть мебельный магазин, то есть это будет ниша мебели, которая входит как бы в товары для дома, но является подкатегорией. Или вообще мы можем создавать самые лучшие стулья, и тогда это категория третьего уровня. И опять же, все, что нужно понимать, это то, что, когда мы говорим ниша, это такое очень условное понятие, и, возможно, каждый из вас тоже это по-своему понимает. Но, по сути, это какая-то категория, группа, в нашем случае на маркетплейсах товаров, по которым, соответственно, ты можешь начинать свои продажи. Теперь давай мы увидим самое главное. Что тебе вообще нужно знать в сервисе аналитики? Помимо того, что здесь есть категория, здесь есть выручка. Теперь появилась такая штука, как динамика оборота. Например, мы видим, что спорт и отдых упал на 39%, а дача, сад и огород на 73%. Почему? Ну, я думаю, что тут все и так и догадались, потому что сезонность падает. Эти две категории максимально привержены к сезону, вот к летнему, когда люди на даче, когда люди спортом занимаются на улице и так далее. При этом те же товары для дома, наоборот, набрали. И мы видим то, что сейчас это ниша на взлете. Например, детская мебель набрала 41% плюсом к выручке. То есть, представляешь, там до этого выручка была порядка 15 миллионов рублей в месяц, теперь детская мебель набирает у нас 41%. Вот это может тебе в том числе помогать сравнивать категории, сравнивать ниши и понимать. То есть, особенно если ты со своим брендом выходишь, то насколько тебе это может подойти вообще, насколько это на взлете. Потому что у новичков, например, часто бывает такое, что кто-то товар для полива огорода начинает продавать к октябрю. Вот я часто проверяю домашние задания у ребят из нашего курса и по Яндекс.Маркету, который вышел тоже, кстати, не так давно. Если ты не видел, то переходи по ссылке в описании. Там подробно указана программа, два месяца практического контента, комьюнити по Яндекс.Маркету и все наши инструменты для удобной работы, такие как юнит экономика, например, таблица для анализа конкурентов и еще более 20 бонусов, которые подробно описаны на сайте. Все ссылки будут в описании. Можешь сразу переходить, регистрироваться на обучение. Она начнется сразу после оплаты. И если мы будем смотреть вот так вот, то мы хотя бы будем понимать, что эта категория падает и толку в нее заходить никакого нет. Дальше у нас есть количество товаров в этой категории, по которым мы можем условно и косвенно понять конкуренцию. Ну смотри, давай даже для примера. Товарок для дома 6 миллиардов выручки и при этом 579 тысяч товаров. В электронике 19 миллионов выручки и 269 тысяч товаров. Не продаж, именно товаров. Вот здесь вот уже по количеству продаж мы понимаем, что в электронике просто цены больше. Но иногда бывает такое, что количество продаж одинаковое, например, в категории автотематики 995 тысяч продаж и в категории бытовой техники. И при этом мы видим, что также у автотоваров выручка меньше и продавцов при этом в два раза больше. А у бытовой техники продавцов именно товаров, точнее с продажами меньше, причем меньше в два раза, а продаж столько же. Это то, где ты опять же можешь сказать закономерности, это то, как ты можешь сравнивать, насколько одна категория более конкурентная, другая нет. Но не стоит забывать, что выбирай нишу, ты еще можешь поднишеваться, если так будет правильно сказать, там, где, как же казалось бы, одна категория. Мы сейчас переводим, в пример, чехлы для ключей, но давай мы уже автотематику возьмем. Вот, допустим, пороги в автомобиль, вот где дверь. Ты можешь продавать пороги на хавал, например, и вообще свой магазин сделать как такой для китайского автопрома. И дополнительно ты можешь делать свой магазин полностью со всеми этими порогами. Это тоже будет разная ниша, но иногда бывает гораздо перспективнее, допустим, взять какую-то конкретную марку, которая нарастает сейчас, и у которой продажи только летят вверх, и, соответственно, сделать полностью под нее все. Кто-то делает под все товары. Соответственно, далее давай мы с тобой выберем какую-нибудь категорию, например, товары для дома, и посмотрим, что у нас есть здесь. Детская мебель сейчас увеличивается, но если у нас бюджет ограниченный, то вряд ли мы закупим что-то из детской мебели для дальнейшей перепродажи. А вот комплектующие, давай мы вот здесь растянем, вполне себе возможно. Только вопрос, что это конкретно за комплектующие, давай мы нажмем на нее и посмотрим, что у нас здесь есть. К комплектующим у нас относится, на самом деле, то, что тоже, например, мне к человеку, который продает китайские товары, ну, попросту в Китае не найти. Это все-таки в основном брендовые товары. Я иду дальше, то есть мне, допустим, у меня задача найти под Китай что-то. И я здесь закрываю мебель и иду далее. Там, допустим, текстиль не очень из Китая будет возить. А вот посуды и кухонные принадлежности вполне себе. Тем более, что мы видим, что здесь тоже на взлете. Хранение продуктов сейчас также повышается в обороте. И вот мы видим то, что солонки, перечницы и так далее, на удивление, на Яндекс.Марксе сделали плюс 20%. Какая там сезонность, я не понимаю, но мы видим то, что все стало лучше. Заходим в категорию и уже отсюда мы можем далее настраивать нужные нам фильтры. Ну, например, я могу сказать, что я хотел бы несколько товаров с не самой большой выручкой, поэтому я могу здесь выбрать меньше чем и поставить выручку до 200 тысяч рублей. То есть, чтобы я не смотрел на самые топовые товары, а смотрел на то, что у нас, допустим, было совсем недавно. И дополнительно уже отсюда я могу начинать смотреть, какие товары являются более перспективными. Опять же, здесь я могу в том числе смотреть и на ценники, потому что сейчас Яндекс сделал такую штуку, как Турбот. Что это такое? Это товары, которые подходят под следующие условия. Должна быть цена товара от 500 до 1000 рублей, среднесуточные продажи от 1000 рублей, оборачиваемость до 45 дней, а вес до 12 килограмм. И размер 70-50-50 крайний, ну, то есть, как большая коробка L. При этом, если у тебя товары попадут под этот критерий, то ты получишь 50% в скидку на любой транзит и 30% в скидку на размещение на складе. То есть, опять же, мы понимаем то, что нам можно искать товары именно в этой категории. Поэтому мы сразу откладываем все, что до 500 рублей и, допустим, после 1000. Тем более, что там рентабельность не самая большая. Соответственно, нам с тобой нужны товары, которые были бы от 500 до 1000 рублей. Давай мы с тобой такие найдем. Для этого я возьму поле цена со скидкой, дальше возьму в промежутке и здесь поставлю от 500 до 1000 рублей. Нажимаем применить. И уже здесь мы начинаем искать те товары, которые нам могли бы показаться хорошими. Допустим, это будут не брендовые товары, чтобы я их мог закупить в Китае и чтобы у них были нормальные продажи. Давай посмотрим вот такую мельницу для того, чтобы показать тебе, как это будет выглядеть внутри. Видим, что потенциальная выручка и упущенная. У нас упущены 11 тысяч, то есть 23% времени товар не был на складах. Ну, условно говоря. Далее 48 тысяч общий потенциал этого товара, но на текущий момент он продается не так много. Всего на 37 тысяч рублей. 46 штук. Это позволит нам, допустим, зайти в этот товар с небольшим бюджетом, потому что его закупь будет стоить вообще копейки. Здесь мы дальше можем посмотреть полностью всю его динамику. То есть, опять же, ту самую цену. Мы можем посмотреть, какой у него был остаток и когда. Мы можем посмотреть, какая и когда была выручка и сколько продаж. При этом этот товар станет турбо даже без всех тех условий. По одной простой причине, что он подходит, ну, условно, по габаритам и всему остальному. И то, что до этого мы его не продавали на маркетплейсе. Как говорит сам Яндекс.Маркет, товары, которые вы раньше никогда не привозили на склад маркета или привезете после перерыва от 120 дней, станут турбо сразу после поставки. Если они подходят по требованиям к габаритам и цене. Статус будет за нами сохраняться в течение 30 дней. Но есть одно важное условие. Нужно, чтобы за этот период среднесуточный объем продаж был не ниже 1000 рублей после этих 30 дней. То есть, если 30 дней закончились, а у товара так и не набралось обороты, то тогда, да, к сожалению, эту трубу заберут. Но при этом это все равно отличная возможность, допустим, продавать такие товары. Ты уже можешь чуть-чуть скинуть в юнит экономики на транзит и можешь скинуть в юнит экономики на хранение. Но хранение и так условно бесплатное, если товар нормально продается. А вот транзит стоит дорого. Особенно, когда ты его отправляешь вообще из какого-нибудь региона. А теперь можешь доставить до Москвы, а после чего со скидкой 50% этот товар уедет по всей России. В заключение хочу сказать, что в принципе везде ниши подбираются примерно одинаково. Логика, которую я тебе сейчас показал здесь. Вот этот вот обзор системы аналитики, обзор тех динамиков, которые были. Обзор той динамики, которая была и примерных фильтров, по которым ты, например, мог бы искать товары. Ну, он плюс-минус схож. Просто на Яндекс.Маркете найти свои товары гораздо проще, чем на любом другом маркетплейсе. В том числе и найти свою нишу, потому что конкуренция еще не такая большая. И даже могу взять в пример то, что я как человек, который обучает и Озон, и Яндекс.Маркет, и проверяет домашние задания сам лично, вижу то, что на Озон у людей это занимает условную там полторы-две недели. На Яндекс.Маркете на текущий момент практически все сдают ДЗ по подбору товаров с первого раза. Поэтому если ты выбираешь для себя что-то, что проще, быстрее и так далее, то Яндекс.Маркет отличная для тебя возможность. Ссылка на обучение будет в описании, а там же ссылку найдешь на Телеграм-канал, на который стоит подписаться для того, чтобы узнавать о маркетплейсах гораздо больше. А мы с тобой увидимся в следующем видео, последнее доступно здесь. Пока!